ПЕСНЯ Мы перед началом помолимся Господу, Божий милосердный, Божий праведный, Мы благодарим Тебя сердечно за Твои милости к нам, за Твою благодать, что вот мы все такие разные. Но Ты любишь нас, Господи, и хочешь просить нас всех, Господи, мы просим Тебя ради милости Твоей, снизойди к нам. И пошли каждому мир в сердце, покой от Тебя, пошли прощение, помилование от Тебя. Благослови народ Твой, который пришел вспомнить Твои страдания. Господи, Ты за каждого умирал и страдал, и Ты не хочешь смерти грешника. Поэтому благослови каждого, чтобы мы достойно вспоминали эти страдания. Благослови хористов, Слово жизни, чтобы оно касалось сердец тех, которые еще не знают Тебя. Прибудь с нами наш вечный Господь, Отец и на Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Песня. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Братья и сестры, я хочу прочесть место Священного Писания, один стих с Евангелия от Иоанна, 20 глава, я читаю 25 стих. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. Среди учеников Иисуса Христа был такой ученик, как Фома. Почему-то в течение двух тысяч лет и до сегодняшнего дня в народе идет вот такая молва «неверующий Фома». И так и говорят, ты, Фома, неверующий. Я, например, сегодня хотел бы немножко сказать пару слов о его защите. Было время такое, когда Христос воскрес, и вот однажды, когда собрались все ученики, Христос явился им. И все увидели Христа, обрадовались, там, испугались сначала, потом обрадовались. Но суть заключалась в том, что среди этих учеников не было Фомы. И когда Фома на второй день, там, или на третий день пришел к ученикам, то ученики, я так думаю, наперебой рассказывали ему, «Фома, мы видели Господа, Он приходил к нам, Он с нами беседовал». А Фома сказал, что он не поверит. И здесь же, говоря вот такое слово, «не поверю», он приписывает себе рецепт от этого неверия. Всегда, когда мы идем к врачам, они нам выписывают рецептики на лекарства. Нужно было и фамилии лекарства для того, чтобы убрать вот это неверие. «Не поверю». И не поверю до тех пор, Фома говорит рецепт свой, «пока не вложу персты свои в раны его и не положу руку свою в ребра его». Оказывается, всем ученикам было безразлично, каков Христос придет к ним и каков Христос пришел к ним. Вот Фоме нужен был Христос обязательно с ранами. Фома хорошо понимал, что в этом мире все можно сделать. Но вот единственное, чего нельзя сделать, это сделать раны. Я как-то читал, что в Америке здесь происходил Конгресс Баттистов. И когда люди вышли на перерыв, то нашлись такие люди, которые при помощи лазерного луча там вверху показали образ Христа. И этот образ приблизили к земле, и когда он начал приближаться, все упали на колени. А они подняли назад, и образ исчез. Но это было не натуральное, это было сделанное. Фоме нужно было натуральные раны Христа. Он понимал, что все можно сделать, но вот раны никто не сделает себе, а ему нужны были раны. А я думаю, зачем Фома подходил с таким требованием. Ему нужны были раны Христа. И когда я стал размышлять, я понял, что эти раны Христа не только нужны Фоме. Они нужны сегодня мне. Они нужны сегодня вам, братья и сестры. Раны Христа. Вот чего требовала Фома. Вот о чем Фома добивался. Правда, случилось такое, что через несколько дней Христос снова пришел к ученикам. И среди них был Фома. И Христос, когда явился, он обратился к Фоме и сказал, Фома, подойди сюда, посмотри на раны мои. Подай твою руку, подай твои персты, вложи в мои раны. Подай твою руку и вложи в ребра мои. Я не знаю, там нет написано. Подавал Фома руку, подавал персты. Но я знаю, что Фома взглянул на эти раны и сказал, Господь мой и Бог мой. Вот это я знаю. Я знаю, что Фома признал Бога. Он увидел, что это действительно тот учитель, который страдал на Голгофском кресте. Это тот Иисус, которого пронзили копьем, которого прибили ко Христу. И об этом свидетельствовали не его явления, а свидетельствовали раны, которые он показал Фоме. Раны Христа. Что это такое? Почему они так дороги людям? Священное Писание говорит о том, что раны Христа – это вечная проповедь. Мы с вами живем в третьем тысячелетии после распятия Христа. И до сих пор все средства проповедуют о Христе Иисусе. Как не хотели люди заглушить это? Платили деньги, платили большие деньги. Но весь о ранах Христа, весь о страдании Христа звучит и в сегодняшний день. И сегодня эти раны Христа делают большое дело в спасении человечества. В Откровении Иоанна Богослова, в пятой главе, шестым стихом мы с вами читаем, что Иоанн увидел вот там на небе агнца, как бы закланного. Вот и там раны Христа имеют большую силу. Есть такая загадка библейская. Что есть на небе, сделанное руками человечества? Даже туда, на небо, люди сумели сделать что-то. И что это сделанное руками человечества там, на небе? Это раны Христа Иисуса. Люди нанесли Ему. И они там, на небе, со Христом, во Христе Иисусе. Это вечная проповедь. О чем эта проповедь? Эта проповедь выражена в пророке Иеремии, 31 главе, 3 стихом. Где Господь, Бог, говорит каждому из человеков, живущих на земле. Любовью вечной я полюбил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение. Бог полюбил все человечество вечной любовью. И в доказательство вот этой любви, что Он действительно полюбил человечество, что Он полюбил меня, полюбил вас, тех присутствующих здесь, Он простер нам свое благоволение. В чем это благоволение было вызвано? Что Он сделал для нас? В чем это благоволение выражается? Он послал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, для того, чтобы доказать свою любовь. Отдал Его на крест. Люди прибили ко Христу. Люди так жестоко отнеслись и с Богом. Шесть судов прошло над Иисусом Христом. Трежды его судили евреи, Трежды его судили язычники. И все эти суды были судами над нашими грехами. Он не сделал ничего. Пилат удивился, смотря на Него, и сказал, «Что ты сделал? Разве я еврей? Твой народ предал меня Тебе. Что ты сделал? Что ты ему сделал?» Христос молчал. Что Он может сказать? Он сделал единственное. Он полюбил. Он полюбил свое творение. Он пожелал спасти Его. Он пожелал прийти на эту землю и умереть за Него, за это творение. Раны Христа свидетельствуют о любви Божьей. Раны Христа свидетельствуют о любви Иисуса Христа. Был день такой у Христа и Иисуса на земле, когда Он в последний вечер собрал своих учеников и разделил с Ними хлеб и вино. И, обращаясь к Ним, сказал, «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга так, как Я возлюбил вас. Да любите друг друга так, как Я возлюбил вас. И как Он возлюбил меня, как Он возлюбил вас, об этом говорят раны Христа Иисуса. Он возлюбил нас так, что пошел за нас на крест Голгопы для того, чтобы дать нам будущность и надежду». Апостол Петр, который так всегда был близок со Христом, был горячим, пылким учеником Христа Иисуса, свидетельствует и говорит о том, что в ранах Христа наше с вами истеление. Эти слова сказал пророк Исаия в 53 главе. И Петр подчеркнул это, что в ранах Христа наше истеление. Благодаря только ранам Христа Бог духовно истелил нас. Бог открыл нам глаза. И мы увидели во Христе Иисусе нашего Спасителя не просто сына плотника, висящего на Голгопском христе. Нет, это был Сын Божий, который пришел для того, чтобы искупить каждого из нас. И мы нанесли им вот эти раны в этих ранах наше духовное исцеление, братья и сестры. А если мы с вами внимательно посмотрим на эти раны, внимательно обратим наше внимание на эти раны, что они нам говорят? Они станут нам еще больше и ближе и дороже. Почему? Это книга жизни. Это книга жизни. В книге пророка Исаии в 49 главе 16 стихом Господь говорит «Я начертал тебя на дланьях своих. Я начертал тебя на дланьях своих. Стены твои всегда передо мною». Какое, братья и сестры, утешение каждому из нас. Мы начертаны на дланьях Христа Иисуса. Он знает наши имена. Он знает наши адреса. Он когда-то сказал одному из своих слуг «Пойди на улицу прямую в доме Сима Кожемника, спроси Савла, вот он там, в Савл, в этом доме. Он знал, где находится Савл. Он знал, где находится я сегодня. Он знает, где находитесь вы. Он знает наши отношения. Он знает нашу любовь к нему. Он знает все. Почему? Потому что стены наши. То есть мы с вами всегда перед Ним. Спим ли мы, ходим ли мы, сидим ли мы, где бы мы ни находились, мы всегда перед Ним. Бог дал нам такое великое обетование, что Он всегда с нами, и мы всегда перед Ним. И что бы мы ни говорили, что бы мы ни делали, Он знает все. Он знает все. В ранах Христа наше приближище. Верим ли мы, братья и сестры, не верим мы в Бога. Составляет ли нас Бог что-то большое, что-то касающееся нашего будущего, будущего, будущности нашей. Не имеет значения. Наше отношение к этому не имеет никакого значения. Есть значение то, что всем нам предстоит предстать пред Ним. Всем нам. И вот когда мы прийдем к нашему Богу и пристанем пред Ним, к нашему Иисусу Христу, потому что Он сказал на страницах Священного Писания, Отец никого не судит, но бы весь суд отдал Сыну. Почему? Сын умер за нас. Сын пролил кровь Сою. Сын сделан нас детьми Божьими через Сына Иисуса Христа. Мы стали дети Божьи во Христе Иисусе. И вот настанет такое время. Мы все придем к Нему. А с этих ран, нанесенных людьми Христу и Иисусу, да и вообще, со всех ран, мы все с вами хорошо знаем, течет кровь. и вот когда мы приходим ко Христу Иисусу с нашими грехами, с нашими немощами, вот эта кровь делает великое дело. Она омывает нас. Она очищает нас. Бог сказал, если будут грехи твои, как багряное, как пурпур, что Он сделает? Как снег убилю. Чем? Есть единственное средство. На земле нет средства, которое бы могло снять наши преступления, снять наши грехи, снять наши неправильные действия. Есть единственное средство в мире, которое может это сделать. Это кровь Христа Иисуса. Только она сильна омыт нас. Только она сильна очистит нас от всего. Она течет из ран Христа Иисуса. И вот апостол Петр, говоря об этой крови, сказал, что она драгоценна. Вот эта кровь драгоценна. Я думаю, почему она драгоценная? Потому что она омывает грехи? Нет. По-видимому, не так. Апостол Петр в своей проповеди сказал, «Ибо нет другого имени под небом данного человечеству, которым надбежало бы нам спастись. Нет другого имени. Один единственный Иисус, который пролил свою кровь за каждого из нас. Одна единственная кровь Христа Иисуса, которая сильна очистит нас, омыт нас, сильна простит нас». Поэтому она настолько драгоценная. Кровь Христа Иисуса. Когда-то здесь на земле жил один человек. И этот человек был в очень тяжелых обстоятельствах. Он был покрыт весь проказой. Был самый богатый человек на земле. И вдруг вот так заболел. Все его богатство улетело, взяв крылья. И он остался выброшенным от семьи за город. И там приходили псы и лизали с трупья его. И когда пришли друзья его утешать его, он там высказал такую мысль, что нет человека, который бы встал между мной и Богом, который бы положил свои руки на меня и на Бога и примирил бы нас. За что он это делает? Прошло много времени и нашелся второй человек, который сказал, есть такой человек, который стал между мной и между Богом. Это Христос Иисус. Человек Христос Иисус. Апостол Павел подтвердил это слово, что этот Иисус Христос человек. Он стал нашим посредником, Он стал нашим адвокатом, Он стал нашим защитником. Это Он сегодня сидит перед Отцом Небесным и ходатайствует за каждого из нас. Это Он сегодня говорит, когда видит, что взор Отца Небесного обращен на этого Якова, стоящего перед вами. Отец мой, смотри через кровь мою на него. Кровь моя омывает его. Кровь моя. И последнее, на что я хотел бы сегодня обратить с вами наше внимание, девуш такая кровь, дорогая. Если это кровь ценная, и об этом говорю не я, этом говорит апостол Петр, это говорит Писание, что это драгоценная кровь Христа Иисуса. Как мы должны сегодня с вами относиться к этой крови? Как мы должны сегодня с вами относиться к этим ранам, из которых истекает эта кровь? Как мы должны сегодня относиться к нашему Христу Иисусу, который получил эти раны, отдал эту кровь для нашего спасения? Сегодня Библия это зеркало, в которое мы можем посмотреть, взвесить наши поступки, взвесить наши слова, и есть такое еще время и возможность, если они не таковы, если они не прославляют Христа Иисуса, если они не ценят кровь Христа Иисуса, прийти к Нему, сложить все в ног Христа и попросить у Него прощения и силы, идти дальше, прославляя Его и ценя кровь драгоценную, о которой сказал Петр, драгоценная кровь Христа, и вот этой драгоценной кровью мы с вами куплены ни золотом, ни серебром, недрагоценными камнями, кровь Христа цена каждого из нас с вами, за каждого из нас отдана кровь Христа Иисуса, текущая из ран, да благословит нас Бог проводить нестранствование нашего на земле так, чтобы Он с довольством смотрел на нас, слава Ему за все мы перед Иисусом Христом преклонимся сегодня, мы помолимся Ему, прославим Его в наших молитвах, аминь. Господь, еще мы раз сошлись, чтоб вспомнить смерть и муки, подняв с молитвой взоры ввысь, к Тебе возносим руки, подняв с молитвой взоры ввысь, к Тебе возносим руки, дай фор мула тень с мула ввысь, к Тебе дай верни у с мула к Тебе мула с мула с С тобой, Господь, вечеря. Зовем, Христос, услыши нас, В Твоей крови прощенье. И каждый день, и каждый час Ты наше освященье. И каждый день, и каждый час Ты наше освященье. Зовем, Христос, услыши нас, Ветер на вере и ум. Разгласит нас, разгласит, С тобой, Господь, вечеря. Зовем, Христос, услыши нас, Пусть нам напомнят кровь и вновь Наш крепкий оправданье. Пусть нам напомнят кровь и вновь Наш крепкий оправданье. Зовем, Христос, услыши нас, Зовем, Христос, услыши нас, Пусть нам напомнят кровь и вновь Зовем, Христос, услыши нас, Пусть нам напомнят кровь и вновь Зовем, Христос, услыши нас, Пусть нам напомнят кровь и вновь Зовем, Христос, услыши нас, Пусть нам напомнят кровь и вновь Зовем, Христос, услыши нас, Пусть нам напомнят кровь и вновь Зовем, Христос, услыши нас, Торпе Господи Главного Берäsитера Зовем, Христос, услыши нас, Молд Моя Костром Моя Лебедская Главного Божьего Субтитры подогнал «Симон»